Страшная тайна проклятого дома. Мистическая история. Я бы мог оказаться в психушке пять лет назад. В моей жизни случился очень страшный случай. 2019 год. Лето. Меня приняли в Московский университет. У нашего дома не было общежития, и мне пришлось искать недорогое жилье. Квартиру в центре я не осиливал. Пришлось искать за городом. 20 августа. Нашел маленький домик в среднем состоянии за очень низкую сумму. Вот так началась моя жизнь в Москве. Однажды утром, когда я торопился в университет, у моего дома заметил дедушку, который пялился в мое окно. Мне показалось странным его поведение, и пришлось подойти спросить, кого вы ищете. Спросил я. А он, долго молчав, смотрел на меня пристально и глубоким голосом сказав. «Она придет». И ушел. «Наступила осень. В доме ощутимо холодно. На днях буду отмечать свой день рождения. Итак, мои друзья и одногруппники друг за другом заходят в небольшой домик. Мы пели, танцевали, пили, ели. Короче говоря, веселились по полной. Вдруг моя одногруппница Наташа напуганным голосом орала на весь дом. «Помогите! Помогите! Помогите!» – сказала она. Лицо бледное, руки дрожат. Пьяные друзья и я подумали, что она решила устроить пранк. Наташа оделась и уехала к себе домой. Вечеринка продолжалась. Время примерно два часа ночи. Для завершения моего пати я встал и начал говорить тост. В этот момент лица моих друзей изменились и они побледнели. Некоторые начали дико кричать. Я слышал слова «Упаси, Господи! Что за пиздец! Что за дом проклятый! Куда ты нас пригласил? Мама! Спасите!» – кричали мои гости. Вот так к концу вечеринки я остался один. Был очень пьян и уснул. Утро. «Где бардак? Где весь хлам? Будто бы в моем доме была генеральная уборка. Очень странно. Прихожу в универ, никто со мной не общается. У всех напуганные лица, глаза. Только Наташа заговорилась со мной. Антон, тебе нужно немедленно съехать с этого дома. Там есть что-то нечистое. Вчера я увидела нечто ужасное в твоем доме. Мне из зеркала показалось призрак женщины и кричала «Уйди из моего дома!». «Не только я! Остальные тоже увидели ее, когда ты говорил тост!». «Е-мое! Что творится? Либо мои друзья сошли с ума, либо они решили меня жестко пранкануть». «Ночь. Я проснулся от чувства холода. Случилось нечто необъяснимое. Обе двери были открыты на распашку. В зеркале написано «Уйди из моего дома немедленно, иначе умрешь». Это уже не смешно. Мои одногруппники перешли все границы. Вызвал милицию, но они не нашли никаких следов, кроме моих. Даже сотрудники милиции подумали, что я съехал с катушек. Между собой шептались, что я шизик. Время пять утра. По дороге домой из милиции я снова увидел того старика. Он сказал мне, «Если сегодня не уйдешь, будет поздно. У тебя есть два выбора. Жизнь или горькая смерть». Скоро Новый год. Купил подарки родным и начал оформлять дом. До Нового года осталось два дня. Готовлюсь к экзаменам. Внезапно отключился свет. И в этот момент пробежался какой-то шум вокруг моей головы. Я решил, что это усталость и переживание из-за экзамена. Уснул. Во сне я вижу этот же дом, будто бы сто лет назад. Вижу красивую девушку и ее бабушку. Они готовились к Новому году. В один момент в их дом ворвались зэки и изнасиловали юную девушку. При этом зэки долго мучились и издевались над старой бабушкой и девушкой. Они были убиты с особой жестокостью. В один момент я просыпаюсь от чувства, что я на высоте. Вокруг меня черные существа, как дым. Они кружили вокруг меня и в один момент остановились. В этот момент я увидел призрак той девушки и бабушки. Только глаза у них были немного другими. Они были большие и желтые. От их крика у меня пошли мурашки по коже. И волосы стали дыбом. Они шептали мне. Мы тебя предупреждали. Теперь и ты тоже будешь вечным духом. В этом доме. Я думал, что мое сердце взорвется. Почему я не послушал Наташу и всех остальных ребят? В тот день я с места не двигался и боялся выйти из дому. Под вечер кто-то постучал в мое окно. Стуки стали сильнее. В один момент я начал орать. Что вам нужно? Что я вам такого сделал? Отстаньте от меня. Дайте мне жить своей жизнью. Кто-то сам открыл дверь. И зашел тот же самый старик. Он рассказал мне историю этого проклятого дома. Тот сон, которым мне снился, оказался реальным. После того ужасного случая, те зайки, которые совершили зверское убийство, каким-то мистическим образом были найденными и убитыми в этом доме. По словам старика, они были прокляты и убили сами себя. Я спросил у старика, если убийцы были наказаны, при чем тут я? В чем моя вина? Почему их духи меня преследуют? Старик, долго молчав, рассказал мне одну страшную историю. Один из тех зэков, которые убили их, был моим прадедушкой. Они, когда умирали, проклинали всех их потомков до седьмого поколения. Я, услышав это, чуть ли не сошел с ума. Собрал вещи и уехал к себе в Минск обратно. Прошло пять лет. Ночь. Кто-то стучит в дверь. Я никого не ждал. Подумал, что соседи перепутали квартиру. Кто-то звонит на телефон. Поднимаю трубку и слышу. Мы тебя нашли. Ты от нас никуда не уйдешь. Сердце чуть не остановилось. Начал звонить друзьям и просить о помощи. Но телефон не работает. Вдруг квартира стала красной. Все двери начали. Открываться без перебоев. Все зеркала начали разбиваться. Осколки поцарапали мне лицо. Я вспомнил слова того старика. Он сказал мне. Они тебя все равно найдут. Когда они снова придут к тебе. Где бы ты ни был, проси о прощении. Я обещаю им найти их тела и похоронить. Устроить поминки. Чтобы их души могли покинуть этот мир, я стал долго просить. В один момент я заметил, что моя одна рука стала парализованной. И в этот момент призрак девушки и ее бабушки шепнули мне. Это твоя расплата. И все затихло. Наступило утро. В квартире хаос. Будто бы произошло десятибальное землетрясение. Странно одно. Ни один сосед не слышал, когда происходил этот ужас в моей квартире. Дорогие друзья, прежде чем совершать подлость, подумайте не только о себе, но и о своих потомках. Проклятие – это очень сильная карма. Жизнь как супермаркет. Бери все, что хочешь, но на выходе тебя будет ждать касса. Это значит, всему есть расплата.